Очередная неделя подходит к концу. Акции биржи США резко дорожают. Инвесторы пристально следят за активами Deutsche Bank после вчерашнего падения, что спровоцировало обширное снижение стоимости. Из основных экономических данных, персональные расходы, которые остались неизменными в августе, в то время как личные доходы населения выросли на 0,2%. Согласно Федрезерву, основной показатель инфляции – PCE – вырос также на 0,2%. С окончанием недели и месяца внимание трейдеров уже обращено на предстоящие данные в понедельник, среди которых будут два разных отчета о производстве. Доллар США играет на повышение. Евро по отношению к доллару выше на 0,01%, текущий курс – 1,121 пункт. Фунт стерлингов по отношению к доллару США на 0,17% выше. Курс валют составляет 1,299 пунктов. Пара доллара и японской иены повысилась на 0,15%, текущее значение – 101,25 пунктов. В центре внимания снова павра евро и фунта стерлингов, которая подвержена тенденции понижения. Краткосрочные позиции сегодня будут ниже 0,867 пунктов, со значениями 0,861 пункт и 0,8585 пунктов. Драгоценные металлы играют на повышение. Золото имеет бычий характер торгов, и его стоимость уже превысила снижающуюся линию тренда от 30 сентября. Долгосрочные позиции будут выше линии поддержки на уровне 1,320 долларов со значениями 1,333,5 доллара и 1,337,90 пунктов. Цена серебра на 2,8% выше и составляет 19,73 доллара за тройскую унцию.